Рассказы сопровождаются документальными съемками. Реальные случаи столкновения с пришельцами были воссозданы в студийных условиях. Это захватывающие съемки НЛО. Но насколько они реальны? Это невероятное зрелище. Этот объект был снят космическим спутником. Технология, которую вы наблюдаете, абсолютно точно не могла быть создана ни в одной земной лаборатории. Этих людей похищали инопланетяне. Они высокие, худощавые. С огромными глазами. Их тела стали объектом бесчеловечных экспериментов. Они ввели зонт в мою правую ноздрю. Жуть какая-то. Откуда берет свое начало феномен НЛО? Розвилл, Нью-Мексико, остается колыбелью историй об НЛО. Всю ли правду сообщает нам правительство? Армейские чины говорили, что это летающая тарелка. Действительно ли космические корабли тайно посещают Землю? Правда ли, что тысячи людей были похищены инопланетянами и подверглись страшным пыткам? Что это, вымысел? Или все же правда? Добрый вечер, я Роберт Деви. Сегодня мы займемся поисками доказательств и веских фактов, которые подтвердят или опровергнут присутствие НЛО на Земле. Мы ответим на вопрос, живут ли инопланетяне среди нас. Инопланетяне среди нас. Документальные подтверждения. Часть первая. Так чем же являются неопознанные летающие объекты? Космическими кораблями пришельцев? Отделками, как считают многие, или природными явлениями? Чтобы узнать правду, мы рассмотрим все имеющиеся улики. За последние 50 лет были сфотографированы тысячи НЛО. Существует несколько десятков сотен фотографий и любительских видеосъемок. На многих из них запечатлены невероятные вещи. Другие просто кажутся необычными. Два наиболее ярких свидетельства существования НЛО – это спорный современный видеосюжет. И старые снимки, подлинность которых до сих пор не удалось оспорить. А начнем мы с места, где совсем недавно был зафиксирован небывалый всплеск активности НЛО. Мексика. Нью-Мексика – это, бесспорно, одно из наиболее известных мест появления НЛО. И феномен присутствия инопланетян в этом регионе имеет документальное подкрепление. У нас есть масса доказательств этому. Никто не знает об этом феномене больше Муассана, ведущего режиссера популярного в Мексике шоу «Третий миллениум», посвященного паранормальным явлениям. Каждую неделю Муассан ставит в эфир видеосюжеты об НЛО, сделанные зрителями. Одна из разновидностей НЛО фигурировала в видеозаписях снова и снова. И Муассан решил, что это не просто совпадение. Впервые они появились здесь 11 июля 1991 года. Много людей в разных городах видели их в небе. Некоторым даже удалось снять их на камеру. Вот что попало в объективы телезрителей. Исчисленное множество блестящих, по-видимому, металлических дисков. Некоторые считают их космическими кораблями с Венеры. Но как это доказать? Они пытались нам что-то сообщить. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят, сотни и даже больше тарелок сразу. Они разлетались и снова складывались в загадочные фигуры, смысл которых мы так и не расшифровали. Я не знаю, кто они, но они посылали нам сигнал. Но все это покажется вам детской забавой по сравнению с тем, что запечатлел телезритель на видеопленку анонимно переданную Муасану в 97 году. Загадочные кадры, из-за которых ведущий шоу оказался в самом центре ожесточенного диспута. Они засняли, как этот объект завис над крышами. Это длилось двадцать одну секунду. Вот, это анонимная запись. Мы показываем ее вам без купюры, без прикрас. Внешний объект соответствует нашим представлениям о летающих тарелках. Что удивляет, так это траектория его движения. Он летит слишком низко. Можно даже предположить, что его размер составляет около 15 метров в диаметре. Но не монтаж ли это? Я подумал, не подделка ли это? Но я никогда не видел более отчетливой и близкой съемки. И я твердо решил, нет, это не подделка. Это нечто потрясающее. Возникает закономерный вопрос. Где же свидетели этого происшествия? Многие откликнулись на призыв Муассана и позвонили на следующий день в редакцию. Но ведущий поверил только одному человеку. Юная девушка по имени Кассандра. Она не видела запись, но описала в точности то же самое. Это был огромный объект, он кружился в небе. Ничего подобного я раньше не видела. Он был серый, будто металлический. Мне стало так страшно. Я не знала, что делать. Знаешь, вчера мы показали видеокассету. Нет. Видела ее? Я не видела. Я знаю, многие люди готовы рассказать что угодно, лишь бы попасть на телеэкраны. Но на этот раз это не подделка. Это шедевр. Это веское доказательство существования чего-то необычного. Но стоит задать себе вопрос, готовы ли вы в это поверить? Вы решили обратиться к известному скептику, Филиппу Джей-Классу, автору разгромных книг и статей на тему НЛО, ярому противнику теории, согласно которой инопланетяне живут среди нас. Ему ничего не стоит подвергнуть критике мнения даже такого эксперта, как Муассан. За 32 года я не встретил ни одного прецедента, который нельзя было бы объяснить, положившись на нашу земную логику. Но что он скажет о кадрах с загадочными дисками? Такие пластиковые игрушки продаются в Мексике буквально на каждом шагу. Они очень популярны. Этим меня трудно удивить. А как насчет видеозаписи полета? Тарелки? Совершенно бесспорно и очевидно, что это просто монтаж. При первом просмотре я сказал себе, вау, что-то интересное, но приглядевшись засомневался. Это художник спецэффектов Деннис Муром, обладатель премии Оскара и создатель визуальных образов в фильмах «Звездные войны» и парк юрского периода. Я слегка убавил контрастность, чтобы выровнять кадр по цвету и обнаружил, что нижняя часть линии тарелки уходит далеко в перспективу. Я думаю, что мы видим здесь простое наложение двух совершенно разных картинок друг на друга. В этом офисе собрались голливудские гуру спецэффектов. По их словам, любой, у кого есть необходимое программное обеспечение, может без труда создать подобный сюжет. В наши дни компьютеры есть почти у всех. В качестве наглядного примера я могу продемонстрировать вам нашу недавнюю рекламу. У нас был лыжник на обычном склоне, а мы хотели поместить его в более экстремальную обстановку. Вот примерно так. Нам, правда, пришлось совместить две картинки. Мы могли перенести его к этой вершине. Все, как в вашем случае, с тарелкой. Мы сделали небольшой наезд, чтобы казалось, будто все снято одним кадром. Так иногда делают. Потом мы добавили немного динамики, ну, чтобы добиться реалистичности. Но получился только суррогат реальности. Это, в общем, заметно. Кто потратит 18-20 тысяч долларов на создание этих кадров просто так, ради шутки? Я не знаю таких людей. На самом деле это стоит других денег. Когда в далекие 80-е годы мы работали над «Звездными войнами», на имитацию одного такого космического корабля уходило около 200-300 тысяч долларов. Сюда входили технические затраты, плюс работа дюжины классных дизайнеров, которые годами оттачивали свое мастерство в студиях. Теперь же один-два человека могут запросто сделать то же самое на своем персональном компьютере. Надеюсь, вы улавливаете разницу. Мы доказали, что видеоматериалы могут оказаться подделкой. Как ни странно, в такой ситуации единственной веской уликой существования НЛО остаются фотоснимки, сделанные более полувека назад, во времена, когда компьютерные технологии не существовали даже в воображении людей. Эти две фотографии, относящиеся к 1951 году, самые знаменитые свидетельств существования НЛО, которые пока никто не опроверг. Все технические характеристики свидетельствуют о том, что эти две фотографии подлинные, и то, что изображено на них, тоже реально. И все же мы решили провести доскональный анализ. Нам удалось найти негативы этих снимков, и мы передали их на экспертизу в фотоинститут Брукса в Санта-Барбаре. Материал начали анализировать. Самое современное оборудование позволило разъединить все элементы снимка и рассмотреть их по отдельности, фрагмент за фрагментом. Я могу укрупнить его и посмотреть, нет ли несоответствия в текстуре или пропорциях. Это поможет определить, не является ли изображение подделкой или обычным браком пленки. Фотографии были сделаны молодой американской четой, Полом и Эвелиной Фрэн. Могли они создать убедительную и ловкую подделку? Трудно заподозрить этих симпатичных людей в подлоге. Они не похожи на мошенников, они не аферисты, они фермеры. Но для такого скептика, как Филипп Класс, любая фотография, где есть НЛО, подделка. Что на этот раз? Совершенно очевидно, что на фотографии нечто вроде крышки от кастрюли, привязанной к электропроводам, которые протянуты от гаража к дому. Это довольно примитивный способ. Никаких доказательств в пользу этого предположения эксперты не обнаружили. Нет никаких следов, что этот объект привязан. Ни троса, ни провода. Ничего не видно. Если это была не крышка, тогда о чем идет речь? Что за объект завис в воздухе? Ответ может быть одновременно сложным и простым. А пока эксперты пытаются раскрыть эту загадку. Думаю, судя по тени на днище, он летел достаточно высоко и далеко от камеры. Надеюсь, со временем появится возможность более детально описать его текстуру и конструкцию. Но пока улучшить снимок не удается. По всей видимости, фотографировали с очень большого расстояния. Насколько большого? Ученые Института Брукса утверждают, что объект находился в нескольких тысячах километров от камеры. Простые вычисления дают понять, что в диаметре он составлял сотни метров. Против того, что эта фотография может быть подделкой, красноречиво свидетельствует еще один факт. На этом снимке никто не заработал и доллара. Но Филипп Класс все равно видит подвох. Зачем это им? Ради скандала, ради известности. Им может быть желание прославиться. Действительно ли все дело в тщеславии? Неужели им удалось обвести всех вокруг пальца? Тогда надо отдать им должное. Их старания превзошли возможности современных компьютеров. Ученые не в силах развенчать два этих легендарных снимка. Пока их загадку не удалось раскрыть. Далее в программе. Что делали пришельцы с похищенными людьми? Они ввели мне зонд в правую ноздрю. А также видео с места крушения НЛО в Роузвеле. Армейские чины признали, что это была летающая тарелка. Если вы полагаете, что главные документальные свидетельства существования неопознанных летательных объектов были получены здесь, на Земле, вы заблуждаетесь. Не так давно феномен НЛО был запечатлен с нового, неожиданного ракурса. Это запуск космического шаттла Дискавери. Космос. Кто наблюдает за нами с заоблачных высот? В сентябре 91-го года сборка космического шаттла Дискавери был сделан снимок неопознанного летающего объекта. Сейчас вы видите подлинную съемку из архива агентства НАСА. Взгляните на верхнюю часть экрана. Вы заметили объект, движущийся справа налево. Две загадочные вспышки, и он совершает резкий 135-градусный поворот, после чего ускоряется. Все это сопровождается появлением столба света, который пронзает атмосферу всего в нескольких десятках километров от объекта. Эти кадры сразу же спровоцировали самые оживленные дискуссии. Я очень тщательно изучал их в течение минимум двух лет. Доктор физических наук из Университета Небраски Джек Кэшер посвятил более десяти лет изучению и популяризации темы обеспечения безопасности Земли в случае звездных войн. Проведенный им квантовый анализ предоставленных НАСА материалов позволил заявить, что мы имеем дело с феноменом искусственного происхождения. Это точно не свечение атмосферы. Объект маневрирует, меняет траекторию полета, ускоряется, словом ведет себя как космический корабль. Некоторые полагают, что речь идет всего лишь о ледяном осколке, летящем в нескольких метрах от шаттла. Ледяные осколки частые спутники кораблей, недавно вышедших на орбиту. Но Кэшер твердо уверен, НАСА сумела запечатлеть мощный аппарат, являющийся достижением инопланетного технического прогресса. Разве вас не удивляет, что объект на целых полминуты останавливается и зависает на месте перед тем, как сделать рывок вправо? Ледяные осколки так себя не ведут. А если это не ледяной осколок, то выбирать особенно не из чего. Это не спутник, не сейсмический приемник, не передатчик. Они на такое не способны. Ничто из моего опыта не дает мне повода поверить в существование другой формы жизни. Космонавт в станции Аполлон-11 в Баз-Элдрин, второй человек, побывавший на Луне, отстаивает свою точку зрения. Эти ребята сняли какие-то движущиеся объекты. Считаю ли я, что это доказывает существование НЛО? Нет, конечно. Это не улика. Меня эти кадры не впечатляют. Не все бывшие космонавты столь же категоричны. Это правда, что в космосе много разных, только с виду похожих объектов. Но мне кажется, мы не должны отворачиваться от подобных свидетельств. Нам стоит обратить на это внимание. Доктор Эдгар Митчелл тоже побывал на Луне с миссией Аполлон-14. Я готов рассматривать факты и данные, говорящие о существовании внеземных форм жизни и космической активности, с которой мы раньше не сталкивались. Я готов анализировать это. Не исключено, что мы отрицаем очевидное. Надо быть смелее. Лично я не вижу на этой пленке ничего, что говорило бы об НЛО. Ученый и исследователь Ги Вон изучает верхние слои атмосферы в рамках деятельности НАСА. Он убежден, что за НЛО подчас принимают отсоединившиеся части космических шаттлов. Он попытается объяснить нам загадку траектории движения объекта. Если вы присмотритесь к записи повнимательнее, то можете заметить вспышку света. Эта вспышка света похожа на выхлоп корабля. А в случае такого выхлопа атмосфера вокруг прогревается, в результате чего объект может полететь в совершенно другую сторону. Теперь становится все понятно. Если вы по натуре скептик, у вас всегда найдется отговорка. Но если у вас нет предрассудков, вы почувствуете, что в этом что-то есть. Доктор Марк Карлотто уже 20 лет занимается созданием видеосопровождения к новейшим научным разработкам. Это не любительское видео, сделанное непонятно кем, на заднем дворе своего дома. Это кадры, снятые с борта американского космического корабля. Их важность не может быть поставлена под сомнение. Официальная версия НАСА говорит, что это ледяные осколки, летящие синхронно с шаттлом. Но стоит присмотреться и понимаешь, что в этом случае возникают противоречия. Если это был выхлоп самого корабля, то шаттл должен был развернуться. Его должно было слегка повести в сторону. Но этого не произошло, о чем можно судить по положению звезд. Ведь ракурс съемки остался прежним. Доктор Кэшер считает, что объект был на большом расстоянии от шаттла, далеко за пределами досягаемости выхлопа корабля. И при этом двигался невероятно быстро. Если объект находился на расстоянии 15 километров, то он разогнался с нуля до 4000 километров в час за одну секунду. Возникающая при этом перегрузка более чем в 100 же убила бы пилота. Технология, которую мы здесь наблюдаем, вне всяких сомнений, находится за пределами того, что доступно нам. А как же загадочный луч? Был ли он нацелен на неопознанный объект? Вы можете проследить, откуда он исходил. Остаточный шлейф позволяет предположить, что мы имеем дело с оружием массового поражения. Имея на руках только видеозапись, эту гипотезу проверить сложно. Была ли сдвоенная вспышка света залпом из высокотехничного, неизвестного нам оружия? И если да, то откуда стреляли? Когда произошел этот инцидент, шаттл пролетал над западным побережьем Австралии. Интересное совпадение. Именно в этой части материка, в местечке Элис-Спрингс, расположена огромная военная база США. Самым крупным средоточием спутниковых мощностей на планете. И хотя доказательств нет, ходят разговоры, что система по защите Земли от нападений из космоса размещена тоже здесь. Но для базы Элдрина любые попытки дать нестандартные толкования этим снимкам звучат как провокация. Мы часто попадаемся на удочку оптического обмана. Я стараюсь употреблять понятия, знакомые большинству людей. Ведь что такое оптический обман? Это когда мы верим в иллюзию, объяснить которую сами не можем. Иллюзия или нет? Но космонавт Митчелл убежден, что эти факты существования НЛО, равно как и любые другие, заслуживают внимания. Было много свидетельств существования НЛО, в том числе и видеосъемок, которые не так легко игнорировать. Если бы мы отнеслись к ним серьезно, то узнали бы гораздо больше. Несмотря на заявление НАСА, что на пленке не запечатлено ничего необычного, сразу же по завершении миссии с борта шаттла были демонтированы все видеокамеры. Многие говорят, что первые свидетельства появления инопланетян на Земле следует искать в Древнем Египте. Однако современная эра НЛО началась с двух знаменательных событий 1947 года. Первое связано с именем человека, который сделал летающие тарелки популярными. Второе с городом, который превратил их в легенду. Кеннет Арнольд был пилотом частных авиакомпаний Вайдаха. Я бы описал его как человека с западным менталитетом и не слишком развитым воображением. Его нельзя причислить к любителям фантастики. 24 июня 1947 года в районе трех часов пополудни Арнольд совершал обычный рейд на своем небольшом самолете. Внезапно он увидел девять странных объектов, летящих над горной грядой. Они появились там совершенно неожиданно. Прекрасно ориентируясь на местности, Арнольд сумел вычислить, что объекты двигались со скоростью 1900 км в час или даже еще быстрее. В 1947 году еще не было ни одного аппарата, который мог бы развить такую скорость. Они были похожи на две сложенных вместе тарелки и образовывали в небе пирамидальную фигуру, перемещаясь при этом группой, с невероятной скоростью. Я не мог поверить своим глазам. Он сравнил движение объектов со скольжением тарелки по поверхности воды. Именно с этого момента выражение «летающая тарелка» навсегда закрепилось за неопознанными объектами, появлявшимися в небе. Выступление Арнольда стало первой ласточкой. Не прошло и нескольких дней, как со всех концов Земли начали стекаться сообщения о неопознанных объектах. Думаю, большинство сообщений было просто плодами буйной фантазии масс. Но вообще за 1947 год заявлений было невероятно много. Вплоть до 50-х радары и фотокамеры фиксировали сотни объектов. Их видели пилоты, ученые, космонавты, полицейские. Люди солидных профессий и с безупречной репутацией. В этом что-то было. Но почему именно 1947 год? Почему существа с другой планеты выбрали для посещения Земли конкретно этот период? Одна из возможных версий заключается в том, что представители инопланетных рас заметили на Земле ядерные взрывы и поняли, что наша цивилизация достигла того уровня развития, когда пора обратить внимание на наш технический прогресс. Можно было предположить, что следующим шагом станет покорение космоса. Так оно и случилось. Большая часть откровений 1947 года канула в лету. Не забыто только одно. Событие, произошедшее в относительно тихом уголке на юго-западе Америки. Розвелл, Нью-Мексико. Остается колыбелью всех историй об НЛО. В 1947 году Холодная война набирала обороты. Американская военная база номер 509 была единственным местом в мире, где находилось действующее ядерное оружие. К моменту, когда произошло это знаменательное событие, международное напряжение достигло апогея. Объект, имевший форму диска, потерпел крушение в пустыне, рядом с базой. В частях началось волнение. Солдаты срочно выехали на место события. То, что они обнаружили, повергло их в шок. По песку были разбросаны остатки космического корабля пришельцев. Люди в форме быстро собрали все улики и отвезли их на базу. В отчетах говорилось, что среди обломков корабля было обнаружено несколько мертвых тел пришельцев, пилотов загадочного шатла. Говорят, что там был также и живой пришелец. Что произошло впоследствии, и как повели себя военные, эта информация нам уже не доступна. Военные ВВС США предоставили четыре абсолютно разные версии происшедшего. Согласно первой, солдаты сбили в небе НЛО. На следующий день появилась новая версия. Это был вовсе не НЛО. А метеорологический зон. Вот так они и меняли свое мнение день от дня. Именно эти ревизионистские заявления вызывали слухи о том, что сокрытие информации производится на высшем уровне. И огромная конспиративная сеть, организованная правительством, скрывает от общественности историю Роузвелла и НЛО в целом. Это попытка замести следы. Это попытка нас дезинформировать. Это попытка обмануть американский народ. И не надо забывать, армейские чины заявляли, что это была летающая тарелка. А на следующий день это оказалось всего лишь метеорологическим зонтом. Анализируя документы по Роузвеллу, я ни разу нигде не встретил признаков конспирации или сокрытия фактов. Джеймс МакЭндрю составил официальный правительственный отчет по инциденту в Роузвелле. В июне 47-го года военные обнаружили в окрестностях Роузвелла обломки первого экспериментального корабля проекта «Могул». «Могул» был проектом по отслеживанию советских ядерных мощностей путем запуска в небо зондов, поднимавшихся до верхних слоев атмосферы. Один из таких шаров запущен из близлежащей базы и потерпел крушение в 47-м году в Роузвелле. Что касается тела инопланетян, здесь тоже все очень прозаично. Попутно испытывались новые модели парашютов, пристегнутые к манекенам, которых и приняли за пришельцев. Думаю, люди просто видели военных в спешке возвращавшихся на базу и потом превратили это в роузвеллскую историю. Это очень напоминает убийство Кеннеди. Что ни говори людям, они все равно поверят только в то, во что захотят поверить. Тестовые манекены действительно использовались, но согласно официальным документам, лишь начиная с 54-го года. Правительство считает, что в массовом сознании два роузвеллских феномена слились воедино. За первой ложью последовала вторая. Но лишь одно объяснение может быть названо разумным. И оно в том, что военные нашли обломки космического корабля внеземного происхождения. То, что произошло в Роузвелле, по-прежнему вызывает много вопросов. Бесспорно одно. После этого случая правительство США приступило к полномасштабному изучению НЛО. С лета 47-го и вплоть до 52-го года, ВВС Америки собрали 3200 свидетельств об НЛО. После проведения расследований четверть дел не была раскрыта. Им присвоили гриф «Необъяснимая». Расследования проводились под кодовыми названиями. Проект «Знак», проект «Глоба» и самый известный проект «Голубая книга». В 1952 году проект «Голубая книга» прошел боевое крещение, когда НЛО добрались до столицы Америки. Три недели подряд по выходным несколько летающих тарелок бороздили небо над Вашингтоном, маневрируя необычайно низко и быстро. Должен добавить, что это была запретная воздушная зона. Было много свидетелей. Все газеты США отрубили об этом. Гражданские и военные радары по всему Вашингтону зафиксировали эти объекты. В небо были срочно направлены эскадрильи самолетов со всех близлежащих баз. Самая мощная модель того времени была брошена в бой. На эту операцию было потрачено огромное количество сил и техники. Шок от этого события звенел в воздухе Вашингтонских коридоров власти. Поступило столько сообщений, что в результате все каналы разведки были запружены ими. Другими словами, если бы враг надумал в этот момент нанести удар по США, ни органы, ни Пентагон не успели бы отреагировать. Такое положение вещей подрывало способность оборонных сил Америки сдерживать куда более серьезную угрозу. Угрозу ядерного нападения СССР. СРОУ первым забило тревогу. Теперь акцент сместился с вопроса, что представляет из себя НЛО, на вопрос, как нам к ним относиться. Как нам окончательно ликвидировать проблему НЛО? Это серьезный вопрос. Они сказали, что отныне главная миссия Национальной службы безопасности развенчать все факты об НЛО. Подчеркиваю, что это была правительственная директива. Проект «Голубая книга» был вынужден начать игру по этим правилам, невзирая на имевшиеся факты. Проекту «Голубая книга» было предписано снизить статистику необъяснимого до минимума, пусть даже ценой самых нелепых отчетов. Мы не можем объяснить НЛО как обычной спекуляции журналистов, обычные, но не узнанные летающие аппараты, метеорологические или электромагнитные феномены, световые аберрации. В 1969 году, после успеха операции по развенчанию НЛО, проект «Голубая книга» был закрыт. Проект «Голубая книга» не смог найти объяснений для более чем 700 случаев, и, несмотря на приказание избавиться от всех протоколов по НЛО, это не всегда удавалось. Все было не так просто. Какова же настоящая правда об НЛО? Глядя на тщательные старания ВВС США отвести внимание публике от некоторых фактов, я убедился, что за этим что-то стоит. Они знают, что скрывают. Далее в программе. Подросток раскрывает конспиративный заговор вокруг НЛО. От нас что-то скрывают. Действительно ли пришельцы похитили тысячи людей? Это было жутко. Чудовищно. Я был в горизонтальном положении и чувствовал под собой что-то твердое. Меня как будто парализовало. Я не могла пошевелиться. Они ввели зонт мне в правую ноздрю, и я услышал какой-то щелчок. Они вложили что-то в мое ухо. Это было жутко. Чудовищно. Как бы они ни называли себя жертвами, подопытными или посредниками, но эти люди, как и тысячи других, утверждают, что были похищены инопланетянами. Действительно ли внеземная раса практикует похищение землян? Этот вопрос находится в центре всех загадок НЛО. Похищение исковеркали судьбы этих людей. Профессор Гарвардского университета и доктор психиатрии Джон Мак долгие годы изучал феномен похищения людей инопланетянами. Книга, описывающая результаты его исследований, стала настоящей вехой в этом вопросе. Травмы после похищения полностью меняют человека. Меняются отношения с родными, самооценка, восприятие действительности. Это очень сильный удар по всем нашим представлениям. Я понял, что имею дело с восстановлением реальных событий, а не чьей-то фантазией, из-за совпадения мельчайших деталей в историях разных людей. Типичное похищение развивается так. Человек находится в спальне. Яркий свет заливает комнату. Очень насыщенный свет. Настолько резкий свет, что больно смотреть. А вокруг него голубое свечение. Затем человек замечает по краям кровати нескольких гуманоидов. Они были высокими и худыми, с огромными глазами. Несчастного будто парализуют. В себя он приходит уже на летающей тарелке, на их корабле. А там... Те, кого мы называем зелеными человечками. Вы видели картинки этих существ с огромными глазами? В их глазах действительно что-то есть? Что-то такое, от чего невозможно отвести взгляд? Хочется смотреть только в них? Они словно гипнотизируют тебя? Там с телами похищенных производят разные процедуры. Чаще всего это взятие проб со всех участников тела. У женщин это, как правило, яичники. У мужчин собирают семя. Они были такие сильные. Они ощупывали меня и делали это очень мерзко. Я чувствовал себя беспомощным, подвергнутым издевательствам и грязному насилию. Все остальное, как с тем, как с тем, как с тем, как с тем. Очень неприятно. Являются ли эти истории правдой? Или эти люди обманывают сами себя? Это не просто плоды их фантазии. Что-то должно было произойти, чтобы спровоцировать такую реакцию. И с этим трудно спорить. Бад Хопкинс, эксперт по проблематике похищения людей. Автор нескольких бестселлеров на эту тему. Он проводит групповые сеансы психотерапии с теми, кто утверждает, что прошел через этот печальный опыт. На этих собраниях люди делятся своими историями, не боясь, что их засмеют. Они надо мной издевались. Это было ужасно. Просто ужасно. Хотя их слова могут показаться безумными, ведут они себя довольно адекватно. Перед тем, как пригласить человека на сеанс, мы просим его пройти разные психологические тесты. Наибольшее сомнение скептиков вызывает тот факт, что похищенные помнят очень мало из того, что с ними делали. Но это можно объяснить. Пришельцы просто стирают из памяти почти все следы. Это самая большая преграда. Очень сложно вспомнить, что же там произошло. Эту уловку инопланетян Хопкинс назвал термином «потерянное время», и он исследует ее посредством гипноза. За более чем 30-летний период изучения НЛО он вызвал сотни регрессивных воспоминаний о похищении. Правда всегда была где-то рядом в подсознании этих людей. Я хочу крикнуть «мама», но не могу. Почему? Мне больно двигаться. Они вокруг меня, я не могу никуда уйти. Мне некуда бежать. Я работал с похищенными из Южной Африки, Саудовской Аравии, Израиля. У меня нет никаких выводов, кроме тех, к которым меня склоняет мой опыт. Все это происходит на самом деле. Все это реально. Я в этом абсолютно убежден. Каждый из нас может быть похищен. Хороший, плохой, некрасивый. Представитель любой расы, пола и социального слоя. Никакой закономерности. Совершенно случайная выборка. Никто не знает, чем они руководствуются. Канал CNN провел опрос, который выявил, что 50% американцев верят в то, что инопланетяне действительно похищают людей. 0,3% всех опрошенных не исключают, что сами когда-то подверглись похищению пришельцами. Этот процент может показаться небольшим, но если перевести его в цифры, получится 800 тысяч человек. У тех, кто обратился за помощью к БАДу, есть одна общая черта. Пользуясь профессиональной терминологией, я называю это посттравматическим рассеянным синдромом. Знаете, теперь каждое утро, когда я встаю с постели после этого жуткого опыта, я не могу просто пойти на кухню и сделать себе тост. Все стало так сложно. Со всеми этими людьми что-то произошло, это бесспорно. Я сужу по своим пациентам. Но не все думают так же. Что тебя насторожило, Эндрю? У многих психиатров методы Хопкинса вызывают серьезные нарекания. Природа гипноза такова, что в голову человека можно запросто вложить то, чего там не было. Ты начинаешь верить человеку, когда сам окончательно запутался, испугался и не знаешь, что делать. Этот человек вводит вас в бредовое состояние полусна и вместе с вами разыгрывает историю, будто вы и впрямь прошли через этот опыт, будто вас похищали. Есть люди с очень богатым воображением, к тому же легко внушаемые. Они нормальные, здоровые, их психика тоже в порядке. А гипноз – это просто дорога из желтого кирпича, ведущая в мир фантазий. Их главная претензия к нам в том, что мы прибегаем к методу гипноза. Но без регрессивного метода мы получим только треть всех факторов. И это будут воспоминания столь же расплывчатой, как, скажем, воспоминания о серьезной автокатастрофе. Я помню, как меня куда-то завели, начали обследовать, и это было ужасно. Еще одна версия скептиков заключается в том, что свидетели пережили обыкновенную фантазию наяву. Фантазии наяву случаются, когда вы засыпаете или только что проснулись. Ваши глаза могут быть открыты, но это сон. Вы можете чувствовать оцепенение или онемение, потому что ваше тело спит. Они очень реалистичные, живые. Человек то впадает в забытье, то просыпается. Ему кажется, что это и вправду происходит. Несмотря на царящий вокруг скепсис, Хопкинс убежден, что такое количество похожих случаев нельзя игнорировать. Многие пытаются опровергнуть эти истории, но их рассуждения не имеют никакого веса. Тысячи людей заявляют, что прошли через это. Существует масса доказательств. На мой взгляд, все говорит о том, что похищение реальное. Это факт. Наше расследование еще не закончено. Во второй части программы шокирующее откровение жертвы страшного похищения. Мою машину буквально засосало в эту тарелку. А также впервые на телевидении. Гигантская летающая тарелка преследует полицейскую машину. Около 15 офицеров видели этот загадочный объект. Никогда ничего подобного не видел. А также удаление имплантанта, вживленного пришельцами. Это просто удивительное открытие. Редактор субтитров А.Семкин